Несколько веков назад люди занимались охотой только ради одной цели – прокормить семью. В настоящее время это скорее влечение. Однако заядлые охотники скажут, что для них это не хобби, а образ жизни. Правда, прежде чем выйти в лес, профессиональному зверобою нужно иметь необходимый набор документов. Получить их сложности не составляет. Человек, который выезжает на охоту, обязан при себе иметь единый охотничий билет. И, соответственно, если же у него есть членский охотничий билет какого-либо общества, соответственно, он и его тоже имеет при себе. Членский охотничий билет, он дает право на льготное получение путевки. Путевка – это лист, в котором перечислены основные виды птиц, на которую едет охотиться человек. Если хоть одного из этих документов не будет, то тогда составляется протокол и аннулируется лицензия на оружие. Перед выездом главное вспомнить основные правила безопасности. Соблюдать технику безопасности в плане того, что у тебя в руках это орудие повышенного риска для окружающих. Надо думать, думать в первую очередь, что вокруг тебя люди. Всего в Рязани две зоны охоты. Южная, в которой сезон идет с 14 по 23 апреля, и северная, куда спешит наша съемочная бригада вместе с охотником. Ведь 16 апреля – крайний день. Андрей – охотник со стажем. Начал в 91-м году. И теперь это, по его словам, образ жизни. Здесь, в Рыбновском охотничьем хозяйстве, охотник выслеживает вальшнепа – птица, которая является деликатесом во Франции. В России ее можно встретить только в вечернее время суток. И всего на несколько минут. Для охоты нужно не так много – ружье и патронтаж. Сейчас поможет только зоркий глаз и хороший слух. Вальшнепа можно отличить именно по его пению. Важно помнить, что находимся мы в охотничьем хозяйстве, где кроме нас есть и другие охотники. В весенний период передвигаться в охотничьих угодьях запрещено. Разрешается только при охоте на глухаря, при подходе к птице. Все остальные виды охоты – это на вальшнепа, ты выбираешь и становишься на месте. И также охота на селезни – это уже из шалаша, естественного или искусственного созданного. Также охота на гусей и на тетерев, только из шалаша. Теперь самое главное – зарядить оружие и искать добычу. Сегодня при охоте на вальшнепа я использую пятизарядное ружье. Но по этическим соображениям и нормам я заряжаю всего только два патрона. То есть любой дичи нужно всегда давать шанс. Как бы парадоксально это ни звучало, охотники – люди гуманные, которые проводят четкую грань между убийством и развлечением. Они редко убивают самок, а в ружье заряжают не всю обойму. Вальшнеп – это птица высокого полета, поэтому Андрей и ищет ее высоко в небе. Промах. Вторая попытка также закончилась неудачей. Андрей не унывает, вскоре у него появится новый шанс. Есть много качеств, которые необходимы охотнику. Это и твердая рука, и зоркий глаз, и трезвый ум. Конечно же, любой зверобой со стажем назовет еще из десяток обязательных умений. Однако есть и самые важные. Андрей также преподает курсы юного охотника. Занятия посещают школьники, которым передают самые важные знания о видах птиц и где их можно встретить. Также немаловажна эта этика охотников. Занятия может посетить любой желающий. В настоящий момент идет набор в новую группу. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город.